А вот я, товарищ генерал, считаешь, надо сворачивать эту программу в европейский город. Да потому что сидят тут у меня двое активистов. Ну сейчас допрошу, доложу. Рассказывайте, борцы за чистоту города, кто такие? А что рассказывать, начальник? Вы как волки, санитары леса. Как акулы, санитары океана. Да вы как дятлы, санитары. Вот санитары по вам плачут. Расскажьте, вы машину бомбанули? Да ничем мы не бомбили. Она просто грязная стояла, капец. Я решил, почему по нашему чистому городу должна ездить такой срач. Я ей написал. Помой меня. Чем? Кирпичом? Нет. А ты? А что я? Я, короче, как в салон этой тачки заглянул, смотрю, а там такой срач, вообще капец. Смотрю, только магнитола чистая. Но я и решил, нафига такая чистота такому засранцу. А подожгли вы машину потом нахрена? В рамках программы по борьбе с брошенным автохламом. О, верно говорит. Каким автохламом? Человек отошел на пять минут. Так потом, через пять минут, приходит и тому дело. Водила приходит? Да. И прикинь, обертку отмороженого бросает мимо урны. И что? Ну, я не стерпел, сделал ему замечание. Как? С ноги. Я с ноги. Дальше что было? Ну, он, походу, не понял, за что мы его воспитываем. Да, он так и спросил, за что. Ой, дебил. Да, я так и говорю, дебил дебилом. Короче, мы ему объясняли, объясняли, а он все равно нихрена не понял. Плеваться начал. Зубами. И опять мимо урны, прикинь. Ну что, ну хорошо, а скорую ему кто вызвал? А, это не ему. Это мы хотели проверить работу коммунальных служб. Скорая, кстати, приехала в рамках положенного. 15 минут 43 секунды, а, засекал. И за что тогда, доктор отхватил? А он сам виноват. Че он в грязном халате приехал? У нас же чистый город. Короче, выписал я ему урамоваши. Ну, а я его потом по черепухе отключил. А вы вообще понимаете, что вам светит? Благодарность? Всеобщее общественное признание? Начальник, мы же не ради денег. Мы же чисто как активисты, понял? Нет, активисты, мои дорогие, вам светит два года. Э, это беспредел. Вы рубите общественное движение на корню. Как это рубим? Мы поддерживаем движение. Потому что вы будете сидеть по программе «Умный город», согласно которой все идиоты должны сидеть в обезьяннике. А, крутяк. Да, круто. Начальник, а все идиоты должны сидеть в обезьяннике? Все, все идиоты. А ты когда к нам присоединися? А? Да, вот думаю, прямо сейчас. Не, алё, в натуре. Не. Присоединюсь. А, ребят, приедем. А давай такую же еще одну. Я когда-то черепула, малаши знаю. Европа, а ты сюда, малаши. На троих. Здрасте. Здрасте. А мне нужны таблетки для ума. Для ума? Может, для лучшей работы мозга? Для ума. Я вообще не работаю. А работают только дураки. А. Знаете, что я вам, девушка, посоветую? Взять таблеточки для улучшения работоспособности головного мозга. Улучшает кровообращение, расширяет сосуды. В кору головного мозга поступает больше крови, и это увеличивает продуктивность работы головного... Девушка, вы меня слышите? Эй! А с кем вы только что разговаривали? С вами. А, да. Мне нужны таблетки для ума. Я сегодня просто прихожу к Бусе и говорю, Буся, а давай купим еще одну квартирку моей собачки-бусинки. А он такой говорит, иди в аптеку, купи себе таблетки для ума. Вот, я пришла. Вы же не хотите, чтобы моя собачка-бусинка осталась без квартирки? А, таблетки для ума? Да. Евгений Михалыч! Сейчас. Евгений Михалыч. Да-да? Тут девушка интересуется, есть ли у нас таблеточки для ума. Что? Таблетки для ума. Таблетки для ума. А, есть у нас такие таблеточки. Так давайте их. Ну, они очень дорогие, понимаете, их сразу разбирают ученые. Их мало. Да, вы знаете, деньги не проблема. Да? Да. Хорошо. В таком случае, вот. Аскорбинка? Да. Это таблетка для ума. А, да. 200 долларов. Ага. Ой, вы знаете, у меня долларов нет, есть только евро. А сколько это в евро будет? 400. Окей. Вот, пожалуйста. Алло, Буся, я сейчас в аптеке, и я купила таблетки для ума. Да. Всего 200 долларов. Правда, у меня долларов не было, и пришлось заплатить в евро, и получилось 400. Хорошо, зайка. Буся сказал, что еще нужно вазелин в банку подарить вам. А он уже выезжает. Да, Пипочка, это ты классно придумала. Так, довольно вкуснее. Поросеночек, а ты точно хочешь заняться любовью, или просто решил пожрать? Вот ты можешь испортить всю романтику. Аппетит перебила. Вот кто может испортить романтику. Я не поняла, что это за столовка. Доча, давно ты под носом устроилась? Мама, вообще-то здесь романтический вечер. Егор сейчас еду съест, а потом... А потом спать, да. Я там наготавливаю, а оно все пропадает. Ну, теперь я вижу, почему. Понаедаются всякой фигни, перебьют аппетит, и все. Мама, что может перебить ваше гороховое пюре? Ну, я вам устрою романтику. Ай, поросеночек, ешь быстрее, а то горячо. Ипочка, ну я и так стараюсь, но это же третья тарелка. Как, ты еще не закончил? Как я? Мама, ну прекрати этот цирк. Какой цирк? Это же романтика. Гороховое пюре. Мама, ну ты можешь так не нагревать. Ну я не могу с дятю подавать холодное. И ты, чтобы не простудилась, доченька. Кушай, дорогой, кушай. А потом десерт. Какой еще десерт? Ну чем вы там собирались заняться после еды? Я уже ничем. Мама, ты все испортила. Что я испортила? Сама ты готовить не умеешь. Появятся внуки, кто их будет кормить? С такими выходками внуки у тебя не скоро появятся. А котлетки? У-у-у. Ну что, ты готов? Чтобы я тебя наказала. Накажи меня. Ух, как я сейчас тебя накажу. Накажи. Я тот самый сосед, который вас затопил. Накажи меня. Саша, это не то, о чем ты подумал. А о чем я должен был подумать? У тебя плетка в руках. Этот хмырь. Сосед наш сверху прикован наручниками к нашей кровати. Простите меня, пожалуйста. Нет. Тебя я точно не прощу. А меня? А тебя, Яночка, я рассылую за такой подарок. В смысле? Ну как? Ты шприковала того самого соседа, который нас два года назад затопил. Дай сюда плетку. Дай плетку. Эх, сейчас я тебя отомщу. За два года ремонта. За все два года скандала с моей любимой женой. Нет, 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 нет. Я никакой не подарок. Яна, ну ты ему хоть скажи. Я не понимаю, о чем он. Давай, бей его. Сейчас я тебя врежу. Нет, нет, нет. Она меня сама затащила. Сама затащила и хотела переспать со мной. Да. Да, я его специально затащила. Но не для того, чтобы переспать. А для того, чтобы ты его наказал за все бессонные ночи. Умничка моя. Моя ты любимая. Нет, нет, нет. Я кричать буду. Вот это ты правильно заметил. Ну так что, Марина Францовна, будем признаваться? Я тебе уже сто раз говорила. Я ничего не знаю. Жаль. А чистосердечное признание могло бы облегчить вашу вину. Хотя откуда у вас сердце? Выпусти меня отсюда, придурок. Еще раз назовете меня придурком, я вам впаяю оскорбление при исполнении. Хорошо, хорошо. Выпусти меня отсюда, идиот. О, знакомые лица. Здравствуйте, Марина Францовна. Привет, Алеш. Что на этот раз? Ой, как всегда. Полюбуйся. Кража с отягчающими обстоятельствами. О, а что конкретно? Украла личную вещь с целью разрушить семью. Так что она украла, я не понимаю? Во! Ты чего? Украла обручальное кольцо. Да кому надо твое обручальное кольцо? Вам-то может и не надо, но мне лично мотив понятен. Вы накрутите мою жену, чтобы она подумала, что я ей изменяю. А это невозможно. Совершенно верно. Моя жена пойдет, подаст на развод, и сбудется ваша розовая мечта, мама. Да. Саня. А? Слушай, а как она могла украсть тебе кольцо, если ты его вчера перед стрип-клубом в ломбард сдал? Каким стрип-клубом? Ну, мы вчера отмечали повышение полкана. Ну? Пошли в стрип-клуб. Ага. Денег у тебя не было, ты его сдал в ломбард. Вот квитанцию мне дал на сохранение. Блин. Долго я здесь буду сидеть еще? Как-то неудобно получается, я уже дело завел. Дело. Тебе сколько надо времени, чтобы кольцо выкупить? Да пару часов. Пару часов, пару часов. Это мелкая хулиганка. Ай-яй-яй-яй-яй, Марина Францевна. И не стыдно вам писать в фонтан возле кукольного театра? А, опять в макроху шьешь, начальник? Так не получится. Спасибо, я побежал. Давай. Марина Францевна, мама. А что фуражку снял? Я еще жива, одень. Мам, а одолжите мне 500 гривен. 500 гривен? Сейчас. Бу. Саня, Саня, Саня. Мы все равно все от руки пишем. На троих. Прикинь, и этот телефон говорят умнее человека. Смартфон называется. Что может быть умнее карбюратора? Эй, аккуратней, водила. Алло. Ха, а где он? Он что, решил спрятаться от нас? Да не похоже, он же только приехал. Вот если бы надо было за ремонт платить, другое дело. А вдруг это ворованная тачка? И нам ее подбросили, чтобы арестовать. Я такое в сериале видел. Так, ничего, руками не трогать. Моя девочка, ну куда же ты от меня убежала? Я же так до тебя переживала. Она что, с машиной разговаривает? А что я тоже так иногда делаю? Когда выпить хочется, а тебя рядом нет. Ой, здрасте. Здрасте. А вы что с машиной разговариваете? Она же не живая. Как не живая? Нет, теплая значит живая. Она у меня сама ездит. Она у меня очень умная. Что, как трансформер что ли? Да знаете, мне кажется, что она себя плохо почувствовала и решила к вам заехать. И поэтому я привезла таблеточки. Если бы я был этой машиной, я первым делом бы сбежал от такой хозяйки. Видел? Она походу нас понимает. Ты правда хочешь от нее сбежать? Ты видел. Видел. Вы знаете, я уже четыре таблеточки ей дала. Как вы думаете, уже помогло? Да, таблетки хватит. Фух, я так и знала. Не переживай, крошка, мы тебе поможем. Девушка, девушка, обойдемте вам кофейку с Нилу, и мы вместе подумаем, как решить вашу проблемку с машиной. Я думаю, еще горчичный. Все, крошка, спасайся. Текай отсюда. Едь, не благодари меня. Прощай, прощай, Нилуная Машинка. Девушка! Эй! Девушка! А как вас зовут? Анжела. Не, ну я так и подумала. А по-настоящему? Меня по-настоящему зовут Анжела. Не хотите говорить, не надо. Просто у вас купальник очень красивый. Это не купальник, это мини-бикини. А чем он от купальника отличается? Тем, что он прикрывает то, что нужно. Честно говоря, он не все время прикрывает то, что надо. В смысле, то, что надо, он как раз вообще не прикрывает. Вот именно это и привлекает мужчину. Девчонки, привет. Могу я вас чем-то угостить? Да, я буду пивас. Шампанское. Я не люблю. Нифига себе. Вот видишь. О! Прошу, ваше шампанское. Эй, а пива не было. Охренеть. Трубочку ищи. Пардон. Че, убедилась? Я тебе гарантирую, что всю ночь сегодняшнюю он проведет у меня в номере. Нифига! Этот гад будет ночевать дома. Ну, это почему же? Потому что это мой муж. Сидеть! Я через неделю лечу сама в Турцию. Где ты брала эту мини-хрень? Могу вам подарить? Снималева. Госпожа судья, можно побыстрее? А вы не мешайте суду работать. Продолжайте, пожалуйста. Ну, госпожа судья, долго там еще? А че вы сбиваете судью? Она сейчас вот примет неправильное решение, и все. Пускай ознакомится со всеми материалами дела. Ну, госпожа судья, все. Суд закончил считать, ой, извините. Суд закончил рассмотрение дела. и пришел к выводу, что доводы господина Крутенко выглядят более весомыми. То есть, земля моя. Да. Минуточку. В таком случае я хочу приобщить к делу вот эти, так сказать, документы. Я протестую. Протест отклоняется. Документы приобщены, и земля в центре достается господину Ивану. Стоп! Я бы хотел приобщить к делу еще очень важное вещественное доказательство. Вот этот драгоценный металл. Ну что ж, чаша весов явно на стороне господина Крутенко. Одну минуточку. Раз пошел такой суд, я бы хотел приобщить, так сказать, к делу вот эти драгоценные камни. Угу. Итак, беспристрастная фемида постановляет, что дело выигрывает господин Иванин. секундочку. Приобщите, пожалуйста, к делу вот эти документы, подтверждающие собственность островом на Мальдивах. Тогда земля, конечно же, достается господину Крутенко. Я вас очень прошу, секундочку. Давайте приобщим к делу вот этот новенький Порш. Ну что ж, господин Иваненко, я вас поздравляю, земля... Давайте уже приобщим к делу и этот Гелендваген, и БМВ Х5, легкое БУ. Что вы себе позволяете? Зато хороший тюнинг. Прошу вас. Ну вот, снова фемида на стороне господина Крутенко. Секунду. Золото. 999-я проба. Пожалуйста. Господа, у вас еще есть какие-нибудь материалы, чтобы приобщить их к делу? А, есть. Вот, обручалочка. Пожалуйста. Неплохо, конечно. Теперь суд готов вынести решение. Рассмотрев все материалы дела и приобщив их к делу, постановляю передать землю государству. Как государству? Что тут происходит вообще? Поскольку я представитель закона, значит, государство это я. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. арестовываем его. Но он не подходит под описание. А я говорю, берем. Ты уверена? Да, он вор. Что он украл? Лучшие годы жизни. У кого? Ой, какая разница у хорошего человека? Все, берем. А ну, стоять. Гад. У тебя есть право не ходить налево. У тебя есть право позвонить моей маме и извиниться за сделанные нервы. У тебя есть право бросить свою рыжую лохудру. Скажите, у меня есть право на один телефонный звонок? Да. Что, будешь своей рыжей дуре звонить, да? Да, да, буду рыжей дуре звонить. Что? Алло. Алло, Вика, ну мы же с тобой договорились. Между нами все кончено. Хватит меня преследовать. Я тебя прошу. Вика, тогда твой бывший, что ли? А ну, пошли. Так, нет, он украл очень много вещей и драгоценностей. Я ей говорю, Вика, пожалуйста, забери свои вещи из моей квартиры. Я понял, молодой человек, извините, отдыхайте. Нет, нужно его в машину до выяснения личности. Вика, ну что за цирк? Какая он, Вика? Надо выяснить, может он бандит. по вазе пробить. Ладно, хорошо, молодой человек, давайте пройдем в машину, составим протокол и я вас отпущу. Так, давайте пройдем. Ты стоишь здесь, а ты за мной. За мной, я сказала. Дико, ай. Ах, ух, хорошо. Ну что, дал показания? Еще бы не дал. Ну что, сопротивлялся, что ли? Так, вначале чуть-чуть, но теперь у нас все хорошо, мы снова вместе и завтра он мне позвонит. А если не позвонит? А если не позвонит, то мы пойдем к нему домой и там я снова возьму у него указания. Ой, Вика, Вика, ну идем дальше, потрудничаем. Хорошо, хорошо. Извините. Да-да. Доктор, можно? О, семья Пупкиных. Здравствуйте. Прикоснуться, как говорится, к великому инструменту. Спасибо вам большое. А что? За руки, за ваши золотые. сделать из... Ну, знаете, да, из того, что было, сделал конфетку. Кстати, о сладеньком. Так, мы у вас тут пришли отблагодарить. Не стоит, не стоит. Я не пью. Не стоит. Понимаю. Тогда, может... Ой, не стоит, не стоит. Я не курю. Не курю. Ну, может, тогда сладенькое. К сожалению, сладкого мне нельзя. Ну, нельзя. Ну, может, так, на досуге, орешками похрустите. А жареного тоже. Запрещено. Знаете, доктор не рекомендовал. Да, вам бы самому доктору показаться. Ну, да, я был. Знаете, сказал, нельзя вот этого. Тогда за ваши золотые руки. Уберите деньги. Уберите деньги. Не стоит. Не стоит. Я понял. У вас платиновые руки. Но за платину надо платить. Пожалуйста. Я говорю, уберите деньги. Вы за все уже расплатились. За операцию уплачено. Не надо. Нет, так я не понимаю. Что-то же надо все-таки дать. Что вы хотите? Ну, разве что? Ну? Нет, слушайте, доктор, это уже слишком. не давать. Простите все, что угодно, но только не это. Ну, ладно. Ну, это уже ни в какие ворота не лезет. Саша, подожди. Доктор, вы напишите то, чего вы хотите, если стесняетесь. Я стесняюсь. Вот. Что он там хочет? Он хочет, что я и ты. Его отрекомендовали. Вот. Алло, простите. Я уже себе такого тут нафантазировал. Конечно. Этого не надо стесняться. Говорите, говорите, вы же лучший доктор. Конечно, отрекомендуем. Господи. Ну что вы. Спасибо. Сашенька, ты, наверное, подожди меня в машинке, хорошо? Я сейчас возьму номер у врача, чтобы его вырисовать. Да, обязательно. Подожду. Давай, счастливо. Пока. Всего доброго. Сделали из... Старался. Старался. Вы знаете, я согласна на то, что вы хотите, но давайте, чтобы вместо моего мужа была моя подружка. Она, конечно... Ничего, ничего. Я починю. Завтра семь. Скажите, а здесь точно знают? Ну, конечно, знают. Это же аптека. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Нам бы от кашля таблетки там или сироп, не знаю. А какой конкретно кашель? Конкретно такой неприятный, такой противный даже. Такой мужчина, ну это ж не симптомы. Сухой или влажный? А это важно? Ну, конечно. Ну, вот такой. Это сухой. Ага, это сухой. Сухой. И что с ним делать? Что, увлажнять. Ага, увлажнять. В смысле увлажнять? Ну, какие-то отхаркивающие принимать. А, отхаркивающие. Да. Ну, давайте, чего вы ждете? Так этого мало для выбора препарата. Надо же понять, есть выделение или нет. А, нет, выделение и нет, слава богу, с мочевой системой все нормально, правильно? Да вы что, при чем здесь это? Я про мокроту. А, когда есть, когда нет. Ага, иногда бывает, иногда нет. Вот я посоветую вам вот такой препарат. Ага. А он один, есть какие-то заменители? Вашему другу именно такой и подойдет. Ага. Какому другу? Ну. Да нет, это мой лечащий врач. Гор. Ухо-горлонос по-вашему. Понимаете, я в институте эту тему прогулял, а нам в клинике интернет отключили за него плату. Спасибо вам большое. И вам, доктор, спасибо. А, молодой человек, спасибо, это, конечно, хорошо, но, понимаете, Действительно. Благодарю. Удачи. Не болейте. Спасибо вам большое. Ваша доля. Ну, тогда обращай. А куда я денусь? Интернет не скоро отключится. Ну, до свидания. Ага. На краях Все, все, все. Ну, что же это такое? Ну, где это видано? Чтобы ученики взяли голубых и играли им в футбол? Ну, что, не знаю, это нелюди какие-то. Знаете, что, коллеги, вот если бы не вы, я не знаю вообще, что бы, что бы могло произойти дальше? Ну, что вы, на нашем месте так бы поступил каждый. Нет, 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 вы что, вы, вы герои. Вы же должны понимать, что глобус для учителя географии, это же его частичка тела. Я это так не оставлю. Правильно, к директору надо идти. Сегодня глобус разбили, а завтра, кто знает, самолетики из контурных карт будут делать? Ну. Точно. Да, только, только это, вы же глобус оставьте. Вдруг они опять нападут, отберут, ага. Точно, надо перестраховаться. Ой, уже не людей, не знаю. Че там? А, смотри. Блин, ну вот поколение, ничего святого, разбили. Че теперь делать, дядь Мить? Че делать? Ты в какой стране мира хотел побывать? В Мексике хотел, там говорят, текила вкусна. В Мексике понял. Секундочку. На, отведай, текилушки. Не до дна, не до дна. Ага, уху, прям текила. А я сага японского наверну. Ну, но пасаран, или как там, курасава, акисава. Алига. Я хочу Молдавию, там, виновку сказать. сейчас я... Молдавия, Молдавия маленькая, сверло не ляжет. Так, автопилот включен. Вот теперь можно и расслабиться. Эх, жалко он взлетать и садиться сам не умеет. Хлопцы, извиняюсь, а это самое, деньги за проезд кому? Тоби, тоби? В смысле, к кому? А, чувас при выходе безжалплата. При входе в аэропорт. А, понял. А вы... Ну, мы же с вами, это сказать, коллеги. Киев, Крывой Рох, летаю. Честно говоря, я пилотов этого направления себе именно такими представлял. А, хлопцы, это, а когда кофе остановимся быть? В смысле, остановимся? Ну, как мы всегда, часок прошел, все, остаем кофе. Нет? Зачем? У нас кофеварка есть. Вы присаживайтесь, вам стюардесса принесет. И кофеварка, и стюардесса у вас? Подождите, у вас что, нет стюардесс? Конечно, нет. У нас же место занимает. А так, все, людину взял, бац, 150 гривен. Сколько? 150 гривен. У вас такие дешевые билеты? Такие цены. Не то, что на бензин, на конфеты не хватает. А это, а по-маленькому, когда остановимся? Вы что, и по-маленькому останавливаетесь? А как же обязательно? Мальчики направо, девочки налево. Ну, шо людям терпить, шо? Ну, у нас туалет на борту. Прямо? У вас нету туалетов? Бляха, не, ну, я пробовал какой-то туалет впхать в мейс-принтер, но он не влез. Ага, вы водитель маршрутки? Такие же мы с вами коллеги. Мы пилоты, а вы какой-то шофер. Знаете, что вы, хлопцы, я по своей трассе так летаю, что еще непонятно, кто из нас пилот. Что случилось? Это что такое? Да, чик, не регистрирует воздушную яму. Почему трусит? Да, спокойно. Это же мы над Николаевской трассой летим. Там такие ямы, похлеще ваших воздушных. О, и правда, Николаевскую трассу проехали и перестало тусить. Так что мы с вами, хлопцы, по одних ямах летаем, можно сказать. Ага, это точно. Ладно, пиду я кофе пить с вашей, с тюардессой. А вы, хлопцу, врубите шансончик. Ну, летимо, как не люди. Почему бы нет? Сейчас у меня где-то кассетка есть. На троих.